Добро пожаловать на YouTube-канал Сергея Любарского. Прошло несколько дней с момента выпуска моего ролика о уничтожении Северного потока. Этот ролик получил огромное количество как позитивного, так и негативного, отрицательного комментариев. В большинстве соотношением 9 к 1 лайков больше, чем дизлайков, но тем не менее огромное количество людей негодуют, негодуют моей позиции. Их негодование мне понятно. Я уважаю эту открытую критику, и я считаю, что я должен, и я это сделаю прямо сейчас, обосновать свою позицию. Начнем с того, что я считаю, что все, что повышает уровень американской поддержки Украины, это архиважно, потому что Америка является основным спонсором и основным сторонником и партнером Украины в ее неравной борьбе с Российской Федерацией. Если же этот уровень поддержки будет оставаться высоким, есть шанс того, что Украина на этот год и на следующие годы будет получать военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь. Вот с этой точки зрения, не с точки зрения эмоций, не с точки зрения желаний, хотелок, а именно вот с этой точки зрения я рассматриваю все происходящие события. Например, эмоционально очень хочется плюнуть американцам в лицо и сказать, что американцы не соблюдают Будапештский меморандум. Это понятное эмоциональное желание, которое с точки зрения прагматического исполнения приведет к катастрофическим последствиям. Если сейчас украинская общественность или украинские политики начнут говорить о каких-то моральных, юридических и других обязательств перед Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, уровень поддержки, массовой поддержки американского народа начнет падать. То есть это выстрел себе в ногу, несмотря на то, что это звучит гордо, это звучит приятно, это тешит чьи-то эмоции и чьи-то самолюбия. Вот этого делать не надо, даже если вам это хочется делать. Итак, 26 сентября прошлого года в двух местах было взорвано три, повреждено и полностью уничтожено три из четырех трубопроводов, то есть трубопроводом метр двадцать внутреннего диаметра, около двух инчей, то есть пяти сантиметров толщиной стенок, где под высоким давлением течет сжиженный газ. Почему он под высоким давлением? Чтобы вес газа сжиженного превышал вес воды на этой глубине, чтобы труба затонула сама, чтобы не нужно было приякорить в каждом месте к дну. И поэтому под высоким давлением эти толстые трупы, четыре разных трубы, были взорваны, из которых три взорвали и одна взорвалась, не взорвалась. Но попытки были взорвать все четыре. Было уничтожено от 12 до 25 метров длины этого трубопровода. И, соответственно, по оценкам экспертов, было использовано около 500 килограмм тротилового эквивалента. Это не означает, что было использовано 500 килограмм тротила. Это в тротиловом эквиваленте. Но использовались то, что называют высококачественная взрывчатка. Уже 27 числа, на следующий день после взрывов, появился твиттер советника президента Подоляка на английском языке, что с точки зрения американской и европейской общественности, по сути, выражает официальную позицию офиса украинского президента. Кавычки открываются. Конец цитаты. Статья перед вами. Как все статьи подобного рода, коих сегодня будет очень много, они приводятся все в ссылочки на этот ролик. Прежде чем мы продолжим, стоит сделать глубокое погружение в вопросы глубокого погружения. Что мы знаем? Ну, во-первых, все слухи о том, что для погружения на глубину в 60-70 метров, а это те две глубины, которые заявлены, 60-70 метров, нужен специальный жесткий скафандр. Это не правда. Американские Navy SEALS регулярно погружаются на глубину до 70 метров. То есть, для любителей глубина погружения рекомендуемая не больше 14-15 метров, для опытных любителей до 40 метров, для американских Navy SEALS глубина погружения до 70 метров сертифицированных. Учат этому делать. И это с аппаратом закрытого дыхания, когда вы дышите обратно в баллон. И с аппаратом открытого дыхания, когда вы выдыхаете углекислый газ в воду, можно нырять на большую глубину. Это у них написано в их инструкциях. С точки зрения вообще человеческих возможностей, чтобы не было сомнений, то рекорд принадлежит 47-летнему египетскому подполковнику, инструктору по глубоководному нырянию. Он нырнул больше, чем 300 метров. Не шучу, вот перед вами вся информация. И до него существует большое количество рекордов Гиннеса, где различные специалисты, узкие специалисты, уникальные специалисты, ныряли на глубину больше, чем 300 метров. В этом нет ни малейшего сомнения, что для опытного специалиста, высоко обученного, с хорошим физическим состоянием, нырнуть на глубину 70 метров – это допустимая и возможная операция. То есть все теории о том, что нужно специальное, имеется в виду жесткое оборудование, теория неправильная. На дне, в одном месте, возле одной из труб был найден сапог глубоководного ныряльщика. И если предположить, что это не специальная дезинформация, а сапог действительно потеряли, то это подтверждает гипотезу, что взрывали эту пайплайн, то есть взрывали этот газопровод, некоторая группа специально обученных ныральщиков, а не там подводные роботы или подводные лодки и так далее. Достаточно 50-футовой яхты водоизмещением больше, чем 12 тонн. Это плавучая, по сути, двухкомнатная квартира, чтобы разместить группу специалистов и снабдить эту группу где-то от 500 килограмм и меньше взрывчатки и примерно такое же количество, 500 килограмм и меньше, оборудование для глубокого погружения, о чем нам сообщает немецкая полиция. Итак, в Германии в журнале De Spiegel 20 числа за неделю до взрыва была взята в аренду за 3,5 тысячи евро 50-футовая яхта «Бавария-50», это класс яхты, название яхты «Андромеда», на которой находилось 6 человек, 5 мужчин, 1 женщина и, со слов немецких следователей, категории и специализации этих мужчин были следующие, капитан корабля, управляющий парусником, 2 основных ныряльщика, 2 вспомогательных и женщина-врач. Они прибыли в Польшу, яхта была взята в аквакат в Польше с поддельными болгарскими паспортами, то есть паспорта доказано не существует. На яхте нашли следы высококачественной взрывчатки и после этого найденные яхты не убрали. Яхта находится сейчас под контролем немецкой полиции и там найдены образцы ДНК, которые могут подтвердить соответствие какого-то человека и его пребывание на яхте. Теперь я предлагаю сделать небольшой обзор американской прессы, все, что вышло по поводу взрыва Nord Stream Pipeline, начиная с прошлого вторника. Прошлый вторник Вашингтон-Пост взорвала бомбу, сообщив о том, что американский президент знал о готовящейся взрыве со стороны украинских спецслужб как минимум за три месяца за взрыва, то есть в июне прошлого года, о том, что американский президент предупредил ряд союзнических стран, как то Германию, Англию и других стран, о том, что этот акт терроризма или саботажа, или диверсии, как угодно выбирайте, неминуем и будет в скором времени. И об этом нам сообщила Вашингтон-Пост, после чего эту статью перепечатали большинство американских медийных источников. Кроме этого, на эту статью сослался Такрол Карлсон. С момента его первого репортажа на Твиттере его репортаж посмотрело больше 120 миллионов человек. И вот сейчас перед вами короткий, подчеркиваю, очень короткий обзор, выборочный обзор американских статей. Это The New York Times. Американцы были осведомлены и предупредождены разведкой об украинской атаке на газопровод. Называется статья. Ссылается на Вашингтон-Пост. Говорит о том, что если раньше мы считали, что некоторая проукраинская группа, неуправляемая государством, или слабо связанная с украинским государством, нанесла это поражение, то теперь появившиеся доказательства говорят о том, что этот взрыв контролировался и управлялся украинским правительством. Это The New York Times. Агентство Reuters. Статья называется. Соединенные Штаты обладали разведывательной информацией об украинских планах взорвать северный поток, сообщает Вашингтон-Пост. Опять же, перепечатка и ссылка в Вашингтон-Пост на ту же злосчастную статью. The Guardian. Журнал и агентство The Guardian. Статья называется. Байден в кавычках знал об украинских планах взорвать северный поток три месяца перед началом взрыва. Где опять идет ссылка на ту же статью. То есть формируется общественное мнение в Соединенных Штатах. Rolling Stones. Статья называется. Это все вот за последнюю неделю. Соединенные Штаты знали об украинских планах взорвать северный поток газопровод, сообщает Вашингтон-Пост. Это не перепечатка. Это свежая и интересная информация от CNN. Статья называется. Соединенные Штаты получили информацию, то есть разведают информацию от европейских союзников, говорящую о том, что украинские военные планируют атаку или взрыв северного потока, сообщают американские официальные лица. Опс. Это уже не тупая ссылка на Вашингтон-Пост. А здесь сообщается, что CNN, вот статья перед вами, CNN сделал официальный запрос американского правительства, не получила подтверждения на свой запрос, но вместо этого, цитирую дословно, информация о том, что за три месяца до взрыва Америка предупреждала об этом своих союзников, сообщили три официальных, высокопоставленных американских чиновников. Вот здесь так написано. То есть это новая информация. Эта информация говорит о том, что подтверждают некоторые американские, неуказанные чиновники тот факт, что американцы знали об этой информации, и статья Вашингтон-Пост верна. И последнее, это то, что я бы сказал, бам-щелл, то есть взрыв бомбы, статья, которая вышла только лишь вчера, в субботу. Статья вышла в Wall Street Journal, которая называется «Диверсия на северном потоке ведет своими следами в Польшу». Под заголовок «Немецкие следователи нашли акты саботажа». И дальше я вам просто переведу несколько параграфов вот этой статьи. Она того стоит. Кавычки открываются. «Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому Союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода «Северный поток», используя построенные для транспортеров кирсильского газа через Бальтийское море. Расследователи Федерального управления уголовной полиции Германии изучают яхту, которая, по их мнению, использовалась для проведения операций. Другие данные свидетельствуют о том, что Польша была центром логистической и финансовой подводной диверсионной атаки в сентябре прошлого года. Немецкие следователи полностью реконструировали весь двухнедельный рейс Андромеды, 50-футовая белая прогулочная яхта, подразумеваемая в причастности к одному из крупнейших актов саботажа на континенте со времен Второй мировой войны. Находки, о которых ранее не сообщались, были объединены данными радио- и навигационного оборудования Андромеды, а также со спутниками, мобильными телефонными записями и учетными записями Gmail, которым пользовались преступники, а также с образцами ДНК, оставившими на борту, которые в Германии совпали по крайней мере с одним из образцов ДНК украинских солдат. Кавычки закрываются, вы можете прочитать оставшую статью сами. И чтобы закончить обзор фактического материала и перейти к его анализу, я хочу сообщить вам интервью Зеленского, которое он дал журналу «Политико», привести опять же полную цитату двух параграфов. Статья перед вами, ссылка в описании на этот ролик. Кавычки открываются. «Я президент, и я отдаю соответствующие приказы», сказал господин Зеленский, Аксел Спринер, журналисту из агентства «Политика», в его интервью в Киеве. «Никакого подобного приказа я не делал, и я бы никогда так не поступил». Опровержение последовало после заявления о том, что западные светслужбы знали о поддерживаемой Украином плане по ликвидации «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Мотивом должно было быть помешать России возобновить прибыльный экспорт газа в Евросоюз. «Я ничего не знал», 100% настаивает Зеленский. «Я говорю, покажите нам доказательства, если предполагается, что это сделали наши военные. Покажите нам доказательства». Кавычки закрываются, конец цитаты. Я надеюсь, коротко изложил весь фактический материал, который мне удалось собрать по поводу взрыва газопровода «Северный поток-1», «Северный поток-2», который существует на сегодняшний момент. Информации гораздо больше собрал некоторую часть. Теперь перейдем к анализу. Я вижу следующие вещи. Я вижу два возможных варианта. Первый возможный вариант, что взрыв организовали спецслосбы Соединенных Штатов, как это уверяет и уверял Сеймар Херш, у него была известная статья, он известный журналист, причем обратите внимание, когда он издал свою версию об участии Соединенных Штатов, никто из медийного пространства не прореагировал. Хотя, будучи очень маститым известным журналистом, он был услышан, тем не менее, никаких комментариев со стороны Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, ну, никого, кроме того самого Такера Каусона, не поседливого, никто на это не прореагировал. И вот спустя два месяца с момента выхода обвинений в сторону американского правительства со стороны Сеймар Херш возникает просто лавина информации, то есть спускается лавина информации во всех медийных пространствах и в американском народе формируют мнение о том, что северный поток взорвали украинцы. Сначала был постулат о том, что взорвали группы, не связанные с украинским правительством, а сейчас идет лавина статей и материалов, говорящих о том, что это связано. В американском пространстве не существует ни одного следящего за политикой человека, который бы об этом не услыхал. И это может быть коврап, то есть это может быть потенциально анализируя, это может быть сокрытие преступлений, но для этого нужно президенту Байдена убедить все агентства, как оппозиционные, куда входит Уолл-стрит-джернл, Такар Калсон, Фокс-Ньюс, то есть убедить всех их, чтобы они шли в эту сторону, убедить, естественно, все CNN, MSNBC, то есть предполагается, что они абсолютно куплены и проданы, убедить два расследовательных агентства в Европе, Нидерландское и Датское, чтобы они молчали, при этом нужно убедить немецких следователей, чтобы они сообщили заведомо ложную информацию в газете шпигель, чтобы они полностью измыслили какую-то ложь о некой, не имеющей никакого отношения ни к чему, яхте, у которой есть маршруты, у которых есть GPS-логи, у которых есть некоторые пассажиры, которые ориентовали, все это должно было быть измысленно и придумано, и существует вот такая вот конспирологическая теория, для того, чтобы произошло то, что произошло. Или существует вторая версия, вторая версия, это то, что Северный поток взорвали Украину и о том, что президент Зеленский врет. Это вторая возможная теория. Мне не нравится ни первая, ни вторая. И мне поэтому страшно, что если первая теория права и из Украины делают паци, это слово мы уже слыхали, когда разговаривали об Ли Харви Освальд, он сказал, что он паци, то есть подсадная утка, Escape God человека, на которого повешают преступление или страну, на которой в данном случае повесят преступление, то это очень плохая новость для Украины, если из Украины делают паци. И вторая новость еще хуже и еще страшнее. И если будет доказано, а президент Зеленский потребовал показать ему имена и фамилии диверсантов, и что-то мне говорит, что немцы ему предъявят имена и фамилии диверсантов, и если произойдет второе, то уровень поддержки американского народа Украине рухнет. Существует несколько, то есть Такерл Карсон не один, и я в следующий раз сделаю обзор других влиятельных агентств, источников и блогеров, и журналистов, которые антиукраинские, ну то есть они не обязательно антиукраинские, а те, которые за миру мир. Следующий мой репортаж будет о них, они эту возможность не упустят, и уровень поддержки за то, что я борюсь, уровень поддержки американского народа, справедливой борьбы украинцев за свою независимость начнет резко падать. Вот эту ложь, если предположить, что Зеленский врал, американцы, боюсь, Зеленскому не простят. И не видно никаких знаков, что американцы, готовые спустить на тормозах эту информацию, как они спустили на тормозах, ложь Зеленского о том, что бомба, прилетевшая в Польшу, была российская, а не украинская. Вот об этом все забыли. Вот, я не думаю, что судя по тому, какая идет лавина информационного пространства, что забудут северный поток. Сейчас идут огромные волнения в Германии, в Германии началась рецессия, сейчас вот эта вот ливерная колбаса, как назвал Мельников президента Шольца, подвергается огромному политическому давлению со стороны германской общественности. И если будет доказано немцами, что взрыв в Северном Северном потоке был организован украинцами, и при этом Зеленский продолжает врать, это будет самая плохая новость для Украины. Ну и в завершение я хочу немножко цифр, то есть себестоимость строительства Северного потока 1,2 оценивается в 22 миллиарда долларов, цена ремонта оценивается от полумиллиарда до трех четверти миллиарда, и количество понесенных Россией убытков оценивается в 12 миллиардов долларов уже практически год спустя с момента взрыва. И я очень не исключаю вариант, если Россия подаст иск международный арбитраж на Украину или на Соединенные Штаты в поисках компенсации. То есть с точки зрения международного права, как это ни странно, Россия не находится в состоянии войны ни с Украиной, ни одном из других европейских государств. О том, что Россия взорвала этот трубопровод, уже не говорит никто. То есть это вообще вышло из рассмотрения. Рассматривается Украина, рассматривается Америка, это два возможных размеров варианта. Безусловно, Россия не получит ни копейки возмещения, и тогда существуют какие-нибудь никакие законы, придется все равно что-то доказывать, что-то искать, и к этому оно сейчас все и катится. Всем спасибо за время и за внимание.